Продолжение следует... Упрощенная глобальная продажа. Реально крутые вещи. Заходи на KSGOFAST.RU. Делай свои ставки и выигрывай реально крутые скины. KSGOFAST.RU. Проверь свою удачу. Сыграли они там со счетом 16-7. И сейчас нам предстоит увидеть оверпасс, в который уже выбрали ликвиды. И если вам интересно, пока что как-то не залетает. Пока у нас ножи на экранах. Посмотрим, что будет у нас на этой карте. Смогут ли хоть здесь побороться энеми со своими оппонентами. Потому что как-то не верят в них комьюнити KSGO лаунжа и ЕГБ. Пока что, если вам интересно, можно напомнить коэффициенты. А если конкретно, то на iGamingBets вообще ничего буквального не получите, если поставите на ликвид. Если уже поставили. И в свою очередь, если каким-то чудом вытащат энеми, то вы сорвете просто невероятный какой-нибудь куш. Ну и на KSGO лаунже история примерно та же самая, друзья. Только ширпо нахватаетесь какого-то. Пока что у нас прошли ножички. Сейчас у нас небольшая разминка. Уже скоро начнут игру. Ну а пока давайте я вам немного расскажу о том, как до этого играли обе команды на оверпассе. У ликвида все достаточно стабильно. Обыграли Luminous City, обыграли Winter Fox, обыграли много других команд. Единственные, кому они уступили за последнее время, это Fnatic и Virtus.pro. Но вы сами понимаете, команды далеко не последнего звена, и поэтому ничего такого трагичного в проигрыше им как раз нету. А вот у энеми все не так и гладко. Проиграли Conquest. Ну в принципе, в последнее время не очень залетает. А пока что у нас пистолетка. Ну, энеми в своем репертуаре. На первом раунде просто зарашить. Однако на этот раш, на этот раз уже никто не повелся. Team Liquid не спешат никуда действовать. Просто находятся под бэплэнтом, когда на самом деле там практически никого нету. Ребята из энеми побежали, постреляли, но практически ничего и толком и не увидели. Но тут, конечно, во многом косяк ликвидов. Они должны были это понимать. Информация должна была плюс-минус проскочить, и надо было быстро и быстро занимать бэплэнт. А теперь уже позиционно плюс-минус укрепились ребята из энеми и будут пытаться принимать более-менее толково. Ну, а пока что те самые эстонские неспешные раунды, друзья. Ну, и пока что, честно говоря, вот уже 37 секунд. Но никто никуда не спешит. Будет у нас какой-то, судя по всему, фейковая перестрелка под апплэнтом. Сейчас Адрен делает сразу жесткий минус. Кусто, когда успел пострелять по-своему, честно говоря, не знаю. Реликс убивает нитро. Хелпа побежала помогать на А. Но как же они ошибаются с этим решением? Потому что бомба будет установлена в аккуратно бэплэнте. Но ситуация 2 в 4. Все не так-то и плохо. Для энеми есть возможность взять. Остался последний фаглик, который уже сейчас отъехал в мир иной. В итоге всего одного игрока потеряли ребята из энеми. И уже третью пистолетку подряд за эту встречу берут именно они. Тем временем, напомню, что у нас сегодня два матча в рамках звездной серии американского дивизиона. Следующая вас ждет ЦЛГ против Конквеста, который стартует у нас в полшестого по Киеву, Москве и Минску. Если вам не спится или если вы уже проснулись, вам надо рано собираться на учебу, работу и так далее, то, конечно же, смотрите этот матч, наблюдайте. Будет интересно. Вот там, я думаю, точно не будет борьбы в одну калитку. Там уже будет действительно потная заруба. А пока что все достаточно дефолтно. Ликвид берут в свою очередь Форс, покупают Хэви Арморы, Тек Найны. Но, как всегда, как всегда, друзья, никуда не спешат. А фаглик что-то, я смотрю, получил очень сильно. Впорошили его, накидали гранат. И уже этот парень потерпел немалых проблем. Буквально в самом начале раунда. Нитра! Зачехал своего оппонента в хорошей позиции, убил его. В итоге, все-таки еще есть два игрока на бпунте, однако информация по ним имеется. Сразу еще два безответных минуса. В итоге, без проблем зашли как-то на плент. И только сейчас уже будут пытаться что-то делать. Подсадка на балкон, однако немножко запоздала. Эллиджа там заметили, но в итоге остался последний мейнлайн, который... Очень быстро отъехал. И, друзья, форсбай без единой потери. Это, конечно, заявочка для энэми. Пора понимать, что уже будет очень и очень жестко им бороться на оверпассе. Потому что все-таки ликвиды играют хорошо и хорошо эту карту. Ну, и тем самым ребята, конечно же, сбили экономику энэми. И теперь у них уже эко не рискует делать ответный форсбай. И, скорее всего, не зря, потому что уже говорил, ликвиды в атаке хороши на оверпассе. И поэтому будут, скорее всего, отыгрывать жестко. Однако Реликс делает хороший минус. То не минус, прошу прощения. Однако она дамажила. Но какая-то стрельба жесткая. Адрена никто не ждал. Но что-то он ничего сделать толком и не смог. В итоге его убили. Но свою позицию он мог реализовать на все 100. И его ошибки компенсирует Элиш, делая хотя бы один минус для своей команды. Теперь ситуация более-менее равная. Причем что по хаусбарам, что по количеству игроков. Но никто никуда не спешит. Но действовать будут под А-плэн, друзья. Двое игрока находятся на длине. Один находится у нас пока что в коннекторе. Ну, постепенно стягивается звено. Все-таки атаки под А. Прошу прощения за оговорочки. Как я уже говорил, время позднее. Поэтому иногда проскакивают, конечно, подобные косички. Но тем временем у нас уже три игрока находятся на длине. Будут входить именно туда. Но под А-плэнтом находятся три игрока из Энами. Только единственный Убер у нас смотрит Б. И этот парень стянется достаточно скоро. Нитро делает минус. Аномалия разменивает. Реликс делает еще минус. Ситуация 2 в 1. Последний Убер. Бомба, конечно, будет установлена. Этому парню, скорее всего, ловить будет здесь нечего. Потому что против П-90 и Калаша шансов будет у него не так-то и много. Ну, ни во что. Выход был, не знаю, друзья. Мне кажется, просто хотел быстро умереть. Убер побежал в дым. Отдался моментально там. И в итоге 2-1. Уже преимущество опять у Ликвидов. Честно говоря, у меня легкое дежавю. Потому что ровно то же самое я говорил на карте Инферно. Тоже Энами взяли первую пистолетку. Тоже в защите, кстати говоря. А потом залетел Форс у Ликвидов. Потом залетел еще один раунд. А за ним еще и еще и еще, друзья. Посмотрим. Может быть, все еще, конечно, дойдет до третьей карты. Однако, если Фагли будет так же жестоко убивать своих оппонентов, то не будем мы смотреть с вами кэш. По крайней мере, в этой встрече уже два безответных минуса делают Ликвиды. И быстренько, потихонечку, быстренько, потихонечку стягивается под Афленд. А Хелпа, в свою очередь, ушла на Б почему-то. Непонятно мне это решение. Однако, все-таки угадывают. Да. Трое игрока на Б-поинте. Три игрока. Сейчас будут уже пытаться как-то жестко раздавать. Интересная флешка. Мне кажется, не туда он планировал ее закинуть. Но сейчас уже будет жесткая перестрелка. Фагли фармит и фармит со своего по 90-го. Делает два минуса. Хико помогает своему товарищу. Однако, слишком поздно. Фагли уже отъехал. Тоже в мир иной. Но счет так или иначе. 3-1, друзья. Что думаете по этой игре? Пишите в комментарии на Твиче. Если будет что-нибудь очень, конечно, интересное, я с удовольствием прочту. Главное, чтобы я это заметил, друзья. Также пишите, почему вы не спите в столь позднее время, если вы, конечно, русскоязычный. Или просто понимаете то, что я вам говорю каким-то чудом. Возможно, так часто смотрите русские стримы по ночам, товарищи из Америки. Что уже научились понимать больше слов, чем всем нам известные ругательства. Ну, пока что непонятно, конечно, что нас будет ждать со стороны ликвидов все-таки. Энами, что вы сделали, друзья? Девайсный раунд. Вчетвером побежали на Б. Там никого толком не нашли. В итоге ребята из ликвидов это понимают. Убивают единственного кусту, который находился на... Только сейчас будет стягиваться хэлпа, но бомба уже будет установлена. И будет приходиться производить ретейк. А когда производить придется ретейк, тут уже есть такие ребята, как Нитро, которые безбожно просто убивают еще на подходе хэлпы. Пишут, что бессонница. Друг, я тебя прекрасно понимаю. Бессонница это постоянная проблема, но ничего. Просто, возможно, мы с тобой совы и тем самым имеем возможность наблюдать за американским Counter-Strike'ом. Как-то все-таки анализировать его. Возможно, если ты увлекаешься ставками, как-то подниматься на этом добре. Но, честно, не советую на Америке конкретно пытаться что-либо поднять, потому что потратите совсем все. Не знаю, машину, жену, детей, все утратите. В свою очередь сейвят, ребята, из Энами. Тут ничего удивительного нету. Потому что позиции увлекли довольно хороши. И просто они бы не выпустили на плент. Ну, теперь будут пытаться, скорее всего, делать какой-нибудь форс, потому что три девайса это уже достаточно достойное количество. Да, так и есть. Покупаются арморчики, покупаются два фамаса. И уже будут пытаться что-то делать. Может быть и с неполным, но все-таки с баем, друзья. А пока что 4-1. Ну, оверпасс, ликвиды, Энами. Конечно, шансов очень и очень мало. Не хочу ни в коем случае бомбить за какую-то из команд, говорить, что все будет обречено. Но пока что и коэффициенты, и прошлые встречи говорят именно о том, что все пройдет достаточно быстро на этой карте. Фагли пытается найти себе приключения. Он их находит, убивает мейнлайна. Хороший молотов заставляет его выйти. В итоге куста разменивает. И 4 в 4. И ликвиды поймали, мне кажется, какой-то кайф от выходов на более-менее раннем тайминге. Уже отнимают апплент. Хороший минус от Эллиджа убивает на хелпе сразу Рейликса. И еще и аномалии забирают ровно там же. И все буквально, друзья, остались вдвоем против четверых. Конечно же, нас ждет очередной сейв. Разве что попытка засейвить девайсы. Так, пишут, что плохое качество стрима. Не знаю, друг, по-моему, все нормально. Source. Отлично. Если есть какие-то проблемы, возможно, провагивает. Попробую обновить стрим. Это твич, с ним бывают иногда проблемы. Но, в принципе, картинка должна быть такая же, как и всегда. То бишь, хорошая. Не переживай. Несмотря на то, что американская все-таки у нас дивизион находится. Американский все равно мы все здесь. Мы, киевская киберспорт-арене, освещаем эти матчи для вас. Поэтому никакой разницы между тем, что вы смотрели днем. Смотрите, сейчас быть не должно. Тем временем, 5-1. Тим Ликвид уже уверенно набирает преимущество за атаку, не давая ни малейшего шанса. Энеми GG вообще хоть как-то почувствовать вкус игры на оверпассе. Но сейчас нас ждет девайсный раунд. Возможно, что-нибудь доизменится и будет хоть какая-то борьба. Ну, пока понравилось Ликвидом ходить под аплэнт. Мы можем наблюдать. Но если раньше они отыгрывали от длины... Хороший буст, но ничем не помог. Нитро делает уверенный минус, убивает мейнлайна. И теперь, опять же в меньшинстве, в который раз находятся игроки защиты. Ну, возможно, позиции на этот раз будут чуточку получше. Будут уже более готовы принимать аплэнт. Но вопрос в том, что, вероятнее всего, они готовятся принимать длину. А как раз туда никто не спешит выходить на этот раз. Более того, еще и, скорее всего, это будет сплит Б в итоге-то. Ну, не спешат никуда. Ликвиды традиционно уже для нас. Друзья, мы к этому все привыкли. Нитро находит в смоку оппонента, но не получается все-таки его убить. Более того, сам неплохо получает по своему бренному телу. И в итоге остается только 10 хп у него. Убер! Но вот не повезло, как-то не получилось. Повезло, что-то фагли смог спрятаться за дверью, выжил. И 30 секунд, пора бы что-то делать все-таки. Потому что в противном случае нас ждет в очередной раз просто окончание времени. И это будет очень досадно для Team Liquid. Пока что фейковая раскидка Б-поинта. Однако, энеми это чекают. Они понимают, что идет фейк. И пушат спину. Явно этого никто не ждет. Два минуса. Осталось всего-то 10 секунд. Посмотрим, дадут ли хотя бы бомбу поставить. Но ситуация 2 в 3. Возможность есть. Элиш ставит бомбу. Более того, два последних игрока находятся на шарте. И остался только Аномалий, который почему-то решил побежать. Побежал, погиб. Ну, не хотел бороться, видимо. 1-6. Не так-то и много осталось до преимущества уже очень уверенного. До буквально преимущества первой половины. Но уже 6 раундов проиграли к ряду. Энеми. Теперь есть деньги на какой-никакой бай каждый раз. Но решают все-таки. Играют хоть не каждый раз, но полный бай. Покупается Муха. ЦЗшка, 5-7 и Дигл. Будут пытаться делать хоть что-то с такими неуверенными девайсами. Против фулл раскида калашей у Ликвидов. Ну, интересно, хочется отметить, что достаточно нестандартно относится к приему любого из плентов, ребята. И с энеми, но вот их банально перестреливают в таких вот ситуациях. Как вы видели, сейчас Нитра просто убил своего оппонента, потому что тот не мог по нему попасть в Дигла. Но, конечно, это контр-страйк. Тут стрельба имеет очень важное значение, не менее чем тактика. Но все равно 4 в 4. Ликвиды, в свою очередь, никуда не спешат. Пока что как-то у меня складывается впечатление, что спешат больше энеми, которые агрессивничают то там, то тут, но не везет им встретить кого-либо. Под одним или другим плентом не угадывают каждый раз. Но уже под Б находится. Мейнлайна банально не зачекали. У него была хорошая позиция. В итоге он убивает Элиджа. Фагли, в свою очередь, уверенный минус на девятке. И уже 3 в 2. Будет происходить ретейк-бомба. Аномалия находится со своим мухой. Удобно для нее позиции. Но очень много смоков. Пока что нечего просто видеть. Не по кому стрелять. Решили идти до последнего, ребята, из энеми GG. Но посмотрим, скорее всего, зря. Хика делает минус. Убивает 1, 2 и все. Друзья, 1-7. И уже буквально в одном шаге. Ликвиды от того, чтобы взять первую половину в свои руки. И, наконец-то, полный девайсный раунд. Есть АВП у Кустой. Будет пытаться парень отыгрывать. Насколько я помню, ни разу не было никакого хорошего момента еще с АВИКом в защите на оверпассе. Потому что его и не было, собственно говоря. Пока что. Пока что у нас очередная агрессия. Убер решил казнить своего товарища. Сделать работу за своих оппонентов. В итоге ситуация 3 в 3. Была серия разменов. Куста. Ужасный тайминг. Еще и понимал. Все очень плохо. Но он нашел одного. Убивает Адрена. Есть информация по второму. Но по второму у него не залетело. Сейчас Хика должен минусовать. Так и есть. Убил от мейнлайна. В случае Ритьфагли убил Куста. В итоге последний аномалий против двоих игроков. Атаки остается. И, скорее всего, первая половина уже уходит. С более чем уверенным счетом. За Ликвидами. Ну, все. 1-8. Восьмикратное преимущество, друзья мои. Но никто, по-моему, этого... Собственно говоря, не ожидал ничего другого. Коэффициенты тому доказательства прямое. И, скорее всего, нас будет ждать 2-0 по картам. Если уж свой пик не взяли, то тут Ликвиды не дадут ни малейшего шанса. И там кто-то кричал, что Ликвиды не будут пытаться брать. Но, как вы видите, все равно потеют. Стараются. Ну, веселят меня, если честно, энеми. Просто уже забили. Они охранять лунды. Просто рашат. Фагли. Несмотря на то, что слепой делает 2 минуса. Уже 3 в 5 находится сторона защиты. Просто, не знаю, чудо спасло этого игрока. Чудо, это называется плохая стрельба, конечно же. Тем не менее, не спешат все еще Ликвиды никуда выходить. Делают просто свою грязную работу, потихонечку убивая всех игроков защиты. Ну, просто перестреливают, друзья. Больше сказать нечего. Очень иногда интересно, нестандартно играют. Но Ликвиды ко всему этому готовы. Просто банально убивая своих оппонентов. Реликс. Молотов горит. Горит очень сильно. Причем Адерн лишает его страданий. И уже вдвоем против пятерых остаются Убери и Аномали. Причем буквально за секунду улетели оба парня в мир иной. И теперь уже счет 1-9. Ну, неужели вообще будет 1-14? Это будет очень-очень грустно для эннами. Но думаю, хоть один-два раунда они попробуют взять еще. Ну, а в свою очередь мы видим в очередной раз неспешный раунд от Ликвидов. Мне кажется, мы уже много раз за сегодня это видели и увидим не в последний раз. Пока что просто все неспеша занимают свои позиции. Никто никуда не лезет. Именно поэтому на самом деле очень много умирает ребят из команды эннами. Потому что их банально ловят на их агрессии. Их ждут. Дают им пройти на их первые тайминги. Попытаться что-то. Когда ребята пытаются сделать какой-нибудь пуш. Даже если они это делают вдвоем, все равно отлетают. Потому что их просто ожидают. Не спеша раскидывают. А плент выходить будут именно туда. Бомба несется через длину. Но нитро может на самом деле пострадать с такой позиции. Но... Да, все-таки таки есть любая от мейнлайна. Но пусто делать размен. И теперь уже ребята из Ликвидов будут пытаться как-то действовать. В менее комфортной ситуации. Но все равно 3-4. Бомба установлена. Ретейк, конечно, должен быть. Очень много гранат. И в итоге это создает большие проблемы для эннами. Но Реликс делает минус, убивая Эллиджа. Теперь уже 3-3. Можно попытаться все-таки сделать ретейк. Все оппоненты находятся в районе банана. Реликс делает еще один минус. Очень важную работу в этом раунде показывает именно этот игрок. Адрен убивает Реликса. И вот 2-2. Бомбу надо дефузить. А это и делается. Адрен все-таки успевает на последних порах убить обоих игроков защиты. Тем самым дарует 10-й раунд для своей команды. Но шанс был неплохой. Хорошая попытка. Не хватило, возможно, какого-то смачка, флешечки. Вот вам и отсутствие раскида сыграло плохую шутку с американской командой, которая играет у нас в данный момент в защите. Ну, либо уже просто крест поставили энергией, либо им понравилось расшить на первых порах по позициям. Но никого они там не находят, потому что Ликвид сегодня очень-очень неспешно двигает. Ох, как нашили-то! Двойной прострел. Тем временем, напоминаю, друзья, что у нас сегодня будет еще один матч между командами CLG и Conquest. Если, ребята, расскажите, как вы думаете, как пройдет этот матч, наверняка кто-то ставил и на него. Расскажите о своих ожиданиях. Будет там 2-0 или 2-1? Чего вы ожидаете? В пользу какой команды? Интересно услышать ваше мнение. А пока что у нас остался последний кусток, которого просто похоронили на Апунте. Счет 1-11. Ну и без шансов. Тут, конечно, оверпасс. Изначально говорилось о том, что вряд ли будут хоть какие-то малейшие возможности у Enemy GG потягаться на этой карте с их оппонентами. И так оно, друзья, и есть. Уже этот чайник Акуста покупает. Максим будет пытаться отыгрывать с этим девайсом. Еще ни разу, кстати, мы не видели подобных решений. Только новую покупали. Но и то ликвид, если не ошибаюсь. Еще на Инферно. Нитро делает хороший минус. В свою очередь. На Апунте уже особо-то и никого нету. Последнего только на Зиге находился игрок. И это был Убер, который убивает в итоге Нитро. Искал парень приключений. Нашел. Но, к сожалению, на свою голову Адрен ставит бомбу. В очередной раз надо попытаться проводить ретейк. Но ситуация 4 в 4. Все еще не так плохо. Хотя Фагли делает минус. Кусто разменивает. И пока что какая-то очень жесткая перестрелка, ввиду которой остается последний Адрен. Но один клач он за сегодня уже сделал. Делает спрейдаун. Убивает одного игрока. Информация есть по остальным. Но обходит со всех сторон. Скорее всего, не ждет. Да. Реликс очень грамотно сыграл. Зашел в спину. Адрен этого не ждал. И вот. Второй раунд. Наконец-то, друзья, мы видим у Enemy GG. В первой половине. Которая постепенно идет к концу. Осталось всего-то не так много времени. Уже 13 раундов отыграли. Сейчас 14. И спрашивается, когда камбетчить. Мне кажется, такое с такого счета уже не камбетчится. Даже в американском Counter-Strike, друзья. Тем более можем понаблюдать немного за экономикой Team Liquid. Ребятам хватит еще не то, что на все 15 раундов до конца победного. Им бы хватило, я не знаю, могут покупать что угодно. Не знаю, с Негилами бегать. Ох, какой неожиданный выпад для игроков атаки. Кусто сделал два минуса, однако его товарищ не смог ему помочь. И все равно в меньшинстве остались ребята из Enemy. Хотя действительно была хорошая попытка. Но монально перестреляли в который раз. Liquid очень сильно показывают все-таки в этой игре то, что они на голову превосходят по стрельбе своих оппонентов. И вот уже Фагли ходит один по оппоненту и думает, что я тут делаю, вообще никого нет. Даже пострелять не дают нормально. В свою очередь два последних игрока защиты находятся под оппонентом. И скорее всего Фагли сейчас играет роковую роль для них обоих. Убивает аномалия, остается последний, но не находит его. Понимаешь, Relix, откуда их зажимают, поэтому уходит куда поглубже. Ну вот тоже дни Relix на 104, скорее всего, так и есть. Фагли делает еще один минус. 12-2 и просто без шансов для Enemy. За сильную сторону на карте Overpass. Чем хорошо, на самом деле, для Liquid играть в атаке на Overpass? То, что очень интересная и многогранная карта позволяет очень много разных возможностей, комбинаций проводить. И именно этим Liquid'ы пытаются как-то пользоваться. Хотя, честно говоря, пока что никаких гениальных нашифровок мы от них не видели. Просто ребята медленно выходят под одним из квинтов, убивают на агрессии своих оппонентов. Занимают позиции, ставят бомбу. И просто прекращают ретейк на первых парах. Но ситуация 3 в 4. Еще есть шанс взять последний раунд первой половины. Потому что есть хотя бы уже 2 калашика на руках. Есть ЦЗ-шка. Можно побороться, конечно, можно. Тем более, что пока что понимают игроки команды Enemy, где ждать оппонента. Укрепление идет именно на Б-плэнт. Туда как раз и выходят Liquid'ы. И, возможно, за это они и поплатятся. Но очень грамотно не спешат играть из смоков ребята со стороны защиты. Но уже скоро сейчас начнется стрельба. И началась она не в пользу Enemy. Остается последний Убер со своей ЦЗ-шкой. И все, погибает. Счет 13-2 в конец первой половины с более чем уверенным отрывом для Liquid'ов. Ну, тут просто, друзья, очень скоро, судя по всему, эта встреча закончится. Энему, мне кажется, уже даже стоит не потеть. Особенно на пистолетке уже можно себе пустить пулю в висок каждому. И подарить более быструю победу для своих оппонентов. И отправить нас в момент уже режим ожидания. Следующая встреча, которая у нас начнется, друзья, только в полшестого. У нас еще куча времени. Ну, а пока что уже должна начинаться вторая половина. Будут, возможно, еще как-то пытаться удивлять Enemy. Но вот, если вкратце спросите, как описать карту Overpass, как раз описание будет не удивили. Потому что все примерно так, как мы с вами, друзья, и ожидали. Что просто прибежали, перестреляли, поставили бомбу. Тех, кого не добили, те пришли на поинт, их тоже поубивали. Enemy попытались поподжимать, прибежали, тоже попогибали все. Осталось там три игрока, в итоге и те погибли. И все, это был бы хэппи-энд. Так оно примерно и происходило всю первую половину. Посмотрим, что будет происходить во второй. Пока что Элиш уже делает первый минус, но Релик за счет быстрого выхода делает размен. Элиш, что делает этот парень? Два хэдшота, два выстрела просто божественно. Сразу два минуса со своего Юспа. Безжалостное оружие, если уметь его использовать. И Элиш демонстрирует, что он это как раз умеет делать. Но пока заставляют мансовать Элиша. Но тут Нитро прибежал по-моему всему товарищу. И все, друзья. Четырнадцатый раунд для команды Ликвид. Тем самым уже приближает нас к окончанию этой встречи. Потому что... Потому что, ну а на что тут надеяться? Вот сейчас денег нету. Пятнадцатый раунд, скорее всего, уйдет Ликвидом. Это матч-поинт уже. И все. Я не знаю. Даже для американского Counter-Strike проиграть 13 раундов Криадо, это чересчур, друзья. Вот, честное слово. Не для Ликвидов. Это то дело будет. А пока что, мне кажется, мы можем наблюдать то, чего мы не видели очень долгое время. Это быстрое занятие каких-либо позиций со стороны Enemy. Ребята уже находятся под б-поинтом, причем достаточно быстро. Но решают все равно не расшить. Адрен выходит в спину в аккурат всем своим соперникам. Делает два минуса. Только после этого Кусту мудряется его убить. Но Хика помогает своему товарищу. Осталось только два игрока Атаки, которые находятся уже в пункте. И последний аномалий, который просто стреляет в все стороны со своего ТЭК-9. Но недолго он пострелял. Но было эффектно, друзья. Думаю, вы согласитесь. Было такое себе тра-та-та-та-та со стороны все-таки этого дерзкого американского игрока. И матч-поинт. Так. Мы сделаем вид, чтобы мы этого не видели. При том, что мы все прекрасно ждали этого провага. Ну а пока что ТЭКи, тяжелые арморы. И это на матч-поинте-та. Я не знаю, что надо сделать такого удивительного. Для того, чтобы взять этот раунд. И еще как-то побороться. Дойти до допов. Ну, допы Unreal 2.0. Так что, друзья, пока что можете готовиться к следующей карте. Попутно анализировать, как все-таки будут играть целый гейтинг-квест. Высказывайте свои мнения, свои предпочтения. Пока что, я так смотрю, у нас больше все-таки англоязычных людей находится на стриме, чем русских. Пока что давайте... Те, кто говорят по-русски, понимают. Можете написать плюсик в чате, чтобы я понимал, что хотя бы не в одну калитку я разговариваю. И, возможно, хоть у кого-то волюм включен. Что сейчас произошло просто, не знаю. В итоге ситуация один в один. Хика против Убера. И более того, по хелсбарам все плюс-минус равносильно. Интересненько. Бомба, причем, упала, поэтому будет все очень сложно. Ох! А как же не попал, дружище, Хика? Явно была информация, но как-то не получилось. Осталось всего 25 секунд. И теперь просто начинается игра интеллектов за одним ящиком. И Хика побеждает в этой игре, банально, сделав буст. Итак, друзья, в итоге 2-0. Уходит первая встреча группового этапа Star Series американского дивизиона. Команда Liquid все-таки одерживает преимущество и побеждает своих оппонентов. А мы пока что будем ждать уже следующей встречи. Это будет CLG против Conquest. Начало в полшестого. Не пропустите, если вам не спится или если вы уже проснулись. С вами в студии работает ГМР, студия КССЛ-ТВ, Starvator 5. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok